МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан будет продавать нефть Кубе. Соответствующий меморандум подписали главы Министерства энергетики Казахстана Канад Бозумбаев и Министерства энергетики и горнорудной промышленности Кубы. Речь идет о возможных поставках казахстанской нефти на перерабатывающие заводы Кубы. Гавана заинтересована и в приобретении казахстанского зерна. Но это только пока на уровне устных договоренностей. На сегодняшний день Казахстан ничего не экспортирует в данную страну. В свою очередь Куба продает тростниковый сахар, сигары и этиловый спирт. 65% всех налоговых поступлений в Астане приходится на малый и средний бизнес. В целом, если внутренний валовый продукт Астаны составляет 4,2 триллиона тенге, то именно в малом и среднем бизнесе производится 61%. Участие малого и среднего бизнеса в экономике города в три раза превышает средние показатели по Казахстану. Астана является лидером по инновациям. Пятую часть всей инновационной продукции страны производят именно столичные компании. В целом, на сегодняшний день столица дает десятую часть всей валовой продукции Казахстана. Без компенсации могут остаться около 200 тысяч вкладчиков Жилстройсбербанка. Только 110 тысяч вкладчиков Жилстройсбербанка подписали дополнительные соглашения для компенсации курсовой разницы по своим вкладам. Ежедневно должны подписываться 4096 ДОП-соглашений, однако в данный момент среднее количество принятых заявок за день не превышает 2,5 тысячи. Срок подписания дополнительных соглашений с Жилстройсбербанком истекает 1 июня 2016 года. Таким образом, на данный момент из выделенной на выплату компенсации суммы более 21 миллиарда тенге остаются невостребованными. Почти 90 тысяч гектаров земли хотят выкупить в Акмолинской области. Сейчас в аренде у землепользователей находятся 10 миллионов гектаров сельсхозземель. Для продажи сельсхозугодий через аукционы уже сегодня подготовлено 117 земельных участков площадью в 43 тысячи гектаров, реализация которых, согласно установленному сроку, начнется с 1 июля текущего года. Введенные новшества в земельный кодекс дают возможность выкупить предоставленные в аренду земли сельхозназначение с 50% скидкой от кадастровой стоимости в рассрочку до 10 лет. База данных заказчиков и поставщиков появится в ЕАЭС. Наряду с этим предприниматели будут получать консультации об условиях ведения бизнеса во всех странах ЕАЭС. Топ-10 поставляемых из Казахстана в России товаров составляет нефтегазовый сектор, в том числе нефть, медь, уран. Сейчас пока сложно сказать, как это будет работать. На завершающей стадии разрабатывается 40 актов. Евразийский экономический союз пока что воспринимается не очень хорошо. Почему-то считается, что это российский проект, хотя ничего общего там с собиранием Советского Союза нету, потому что это невозможно. Это только безумный может себе представить возвращение к тому, что было. Что это экономический союз, мы можем совершенно нормально торговать. В общем-то, вот это наше соглашение расширенного партнерства и сотрудничества, это нечто иное, что совершенно широкая экономические связи с Европейским Союзом. Но если бы Евразийский экономический союз и Европейский союз, это была бы очень большая польза для всех. Беларусь жалуется на цену газа и качество российской нефти. При этом справедливая стоимость на российский газ для Беларуси, по мнению властей страны, должна быть почти в два раза ниже текущей. Также цена на российский газ для Беларуси должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров, вместо текущих 142. «Мы хотели бы, чтобы нефть, которая поступает в Беларусь по нефтепроводу, была более высокого качества, так как в последнее время ее качественные характеристики снижаются», сказал премьер-министр страны Кобяков. Нацбанк Киргизии продолжил скупать на рынке доллары для стабилизации курсов валют. Покупка составила 6,65 миллиона долларов. По мнению большинства местных экспертов, Нацбанк предпринимает такие действия для замедления падения курса доллара. Тем не менее, за три месяца американская валюта в стране подешевела с 75 до 68 сумм. За прошлый год киргизский сумм по сравнению с ведущими мировыми валютами подешевел почти на 29%. Россия покинула тройку крупнейших торговых партнеров Евросоюза. Она заняла четвертое место с товарооборотом в 210 миллиардов евро. В целом доля Российской Федерации в европейской торговле уменьшилась до 6%. Основу внешних поставок страны составили топливно-энергетические ресурсы. На их долю пришлось почти 66,5% экспорта. Импорт упал до 184,5 миллиардов долларов. Евросоюз является ключевым торговым партнером для России. На долю Евросоюза пришлось почти 45% российского товарооборота. Биржевые котировки в Токио снизились на фоне дорогой иены. За первые 15 минут операции ключевой индекс Nikkei ушел вниз на 0,38%. Главным фактором снижения котировок стало укрепление курса иены по отношению к доллару на фоне уменьшающихся надежд на то, что Федеральная резервная система США пойдет на новое повышение кредитной ставки. Подорожание национальной валюты ставит под сомнение доходы крупных японских компаний от операций за рубежом. В этих условиях многие инвесторы предпочли продавать акции. США дадут Киеву 335 миллионов долларов на оборону. При этом США выделяют эти деньги без каких-либо условий. Петр Порошенко считает, что эта договоренность, достигнутая в ходе его визита в Вашингтон, является настоящим прорывом. Вместе с американскими политиками президент Украины обсудил, на что именно будут потрачены средства. Кроме того, как сказал Порошенко, на встрече с представителем американских компаний военно-промышленного комплекса удалось договориться о совместном с Укроборонпромом производстве отдельных средств для военных нужд. Иран нарастил экспорт нефти до 2 миллионов баррелей в день. Вместе с тем министр отметил, что одним из основных направлений развития отрасли в текущем году станет разработка месторождения Южный Парс, которое Иран делит с Катаром в Персидском заливе. В середине февраля Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар договорились с Россией о замораживании нефтедобычи на уровне января. Иран будет готов участвовать в переговорах о замораживании добычи с риа лишь после того, как доведет его до 4 миллионов баррелей в день. Продажи машин в США рекордно выросли. Автопроизводители в марте увеличили продажи на 7% до 1,7 миллиона машин максимального месячного уровня за последние 10 лет. Росту продаж помогли теплая погода и пара дополнительных дней продаж в марте, чем годом ранее. Доля пикапов и внедорожников превышает 50% всех продаж в марте. Ford Motor увеличила продажи на 7,8%. Fiat Chrysler нарастила продажи на 8,1%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова